В прямом эфире репортера новости в студии Григорий Блайда. Здравствуйте. За сутки в городские медучреждения обратились 183 пострадавших от гололеда. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 26 пострадавших пришлось госпитализировать. Я отмечу, что еще вчера вечером было известно о 54 обратившихся и 7 госпитализированных. Но тем временем 54 населенных пункта в Одесской области остались без электроснабжения из-за гололеда и сильного ветра. Об этом сообщает пресс-служба областной госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Так, без света остались 9 сел в Саратском районе, 2 в Лиманском, 1 в Измаильском районе, 6 в Авидеопольском, 17 в Белгород-Днестровском, 6 в Татарбунарском, 3 в Болградском. Также 5 в Тарутинском, 1 в Килийском и 4 в Арцисском районах. Сегодня с утра для восстановления электроснабжения задействованы 20 единиц техники и 48 человек. И серьезная авария произошла на Киевской трассе в районе Клеверного моста. Там водитель фуры не справился с управлением на скользкой трассе и врезался в бетонный отбойник. Мужчину доставили в больницу с открытым переломом ноги. На месте аварии образовался затор. Сейчас машины пускают лишь по одной полосе. И возвращаемся к проблеме непогоды. Только за минувшие сутки на дорогах города произошло более 80 дорожно-транспортных происшествий. Причина рекордного количества аварий – гололед. Городские службы просят водителей ограничить передвижение на личном транспорте, но многие автомобилисты от поездок отказаться, увы, не могут. Как скользить на дорогах безопасно, узнавала наш корреспондент Вероника Годяцкая. Гололед – это самые экстремальные условия, которые могут слетиться на дороге. Рыхлый снег или даже укатанный снег, они намного безопаснее, потому что там есть хоть за что-то цепляться резина, хоть как-то в него вгрызается. Стекло – оно и есть стекло. Гололед – опаснейший враг автомобилиста. Казалось бы, реакция водителя должна быть молниеносной. Но при этом все резкие движения автомобилиста на льду повышают аварийность. Плавность вождения особенно важна на поворотах. Входя в них, водителям рекомендуют катиться, то есть не прибавлять скорость. Основные опасности, конечно же, нас поджидают на поворотах, потому что повернуть автомобиль на таком скользком покрытии довольно сложно. И самая распространенная ошибка – это то, что люди в первую очередь и не напряжены. Они напрягают мышцы, как-то всматриваются в дорогу. И если машина начинает чуть-чуть подскальзываться, они пытаются экстренно воздействовать. Это либо быстрое вращение руля резкое, либо резкий удар по тормозу, что еще более провоцирует скольжение автомобиля. Важное условие – шипованная резина. Выезжая в гололед без нее, вы рискуете своим здоровьем и окружающих. Даже хорошая зимняя резина не всегда способна справиться со своими задачами. На очень малых скоростях, конечно, можно вести автомобиль, но без шипа это довольно сложно. Хотя и шип тоже не всегда гарантирует безопасность. Если автомобиль попадает в занос, обычно пытаясь его выровнять, люди первое действие делают правильное. Крутят руль в сторону заноса, это слышали все. Автомобиль начинает выравниваться, и вот там начинается самое опасное. Он, когда уже качнулся, он продолжает болтаться, так называемый хлыстовой эффект. И качнув в одну сторону, вы его поймали, он начинает перекладываться в другую сторону. Вроде бы тоже поймали, но на задней части уже накопилось столько инерции, что она продолжает вращение, и с ней очень трудно бороться. И тут уже в зависимости от типа привода нужно правильно воздействовать на автомобиль. Ну, соответственно, с передним приводом всегда все просто. Мы не скидываем газ, мы наоборот его добавляем, и весь автомобиль увлекается за передней осью. Довольно несложно справиться с такой ситуацией на переднем приводе. Если автомобиль все-таки заднеприводный, то вам понадобится больше мастерства. Необходимо плавно сбросить газ и опередить занос рулем. Торможение на вывернутых колесах – еще одна грубая ошибка водителей. Всегда лучше потормозить тогда, когда вы едете по прямой, когда еще перед вами много места, чтобы понять, случился ли зацеп. Что касается машин с механической коробкой передач, конечно же, правильно понизить передачу, но делать это тоже не резко, потому что резкий бросок сцепления спровоцирует переднюю или заднюю ось в зависимости от типа привода скольжения. Там происходит перемена крутящего момента, это определенный рывок, а любой рывок, мы знаем, да, мы будем стоять спокойно, нас если легонечко толкнуть, уже мы дестабилизируемся. Вот, по сути, резкое переключение дает такую же дестабилизацию. Ольга практикует занятия контраварийкой уже два года. Признается, в такой гололед главная опасность – невнимательные водители. Хотелось бы немножко умения и учения, старания. Если человек хочет, он будет стараться, если не хочет, он выйдет на дорогу, будет кричать, я знаю, я буду, я смогу, а на самом деле авария на аварии. И самое интересное, что такие умельцы у нас допростят меня такси, потому что едут они очень страшно, очень. Подготовленный автомобиль и подкованный водитель. Безопасное сочетание – в гололед. Вероника Годятская, Алексей Прокопенко, телеканал «Репортер». Будьте осторожны, я прощаюсь с вами до следующего выпуска. Увидимся в этой студии. Счастливо!